20 лет нам обещают, а я им сказал, я вам ничего не обещаю. У меня такой принцип. Если мы принимаем решение, значит мы его исполняем и делаем. И такое решение мы приняли. Метро на Троечину пойдет. А наша задача сделать это как можно быстро и качественно. Самое главное, потому что метро строится на десятилетия, столетия, на всю оставшуюся жизнь. Еще раз вас поздравляю с этим праздником. Пожалуйста, я вам слово предоставляю. Уважаемый Николай Янович, уважаемые участники события, я хочу поблагодарить вас, Николай Янович, за то, что при вашей помощи, по вашему решению, деньги на счет метростроя зашли, поэтому всем строителям зарплата пойдет сегодня и завтра. Но чтобы правильно оценить сегодняшние события, надо вернуться три года назад. Я несколько слов должен сказать об этом, потому что будет несправедливо, если мы молчим. Три года назад мы начали это направление, и я должен сказать, что кроме этих сложностей геологии, на Московской площади, реки Лыбидь и так далее, у нас была катастрофа с финансированием. Предыдущая власть остановила, как городская, так и правительство страны, остановило финансирование. Ситуация была критической. Развалилась школа метростроения. Поэтому нам удалось взять кредит, как-то перехватиться некоторое время, чтобы не допустить аварийных ситуаций на открытых котлованах. И только при рабочей поездке в Голосельский район премьер-министра, он вник в эти проблемы, рассмотрел ход строительства, было принято решение строить. Он услышал голос метростроителей, что мы можем к концу года вести три станции. Это мы свое слово сдержали. В следующий год, одиннадцатый, станция Востоковый центр. Николай Иванович открывает. Сегодня нам приятно, Николай Иванович, вас видеть, потому что вы постоянно принимали участие, контролировали ход строительства. И благодаря этому открыта эта станция. Конечно же, мы сами не справились бы с этим. С нами рядом были проектировщики, митрополитеновцы, субподрядчики, поставщики. Ведь один работающий на митрополитене – это десяток человек рабочих мест в народном хозяйстве. И на завершение я хочу вручить ключ под этого пускового участка, как символ начала движения, обслуживания пассажиров. И вручить его начальнику митрополитена Федеренко Владимир Ивановичу. Добрый путь! Я еще хочу обратить ваше внимание, смотрите направо от меня, а вот те, кто стоит лицом ко мне налево. Вот этот прекрасный поезд митрополитена, так? Это первый наш поезд отечественного производства. Не случайно здесь присутствует генеральный директор Клюковского машиностроительного завода, где он? Давайте на трибуну, чтобы все посмотрели, что наконец-то в Украине появился свой первый метропоезд, так? И он будет не последним. Сегодня киевская администрация Александр Павлович Попов подписывает соглашение с японским экологическим агентством, по которому киотские деньги пойдут на реконструкцию и создание отечественных метропоездов. Знаете об этом, да? Вот я пожимаю вам руку, и в скором времени вот такие удобные поезда, я надеюсь, заменят привычные всем мытищинские поезда, на которых мы, так сказать, я еще и мальчишка ездил, ну и нам приходится ездить. А наступит время, когда мы пересядем на такие современные поезда. Так или не так? Да! Да! Спасибо. Спасибо.